Всем привет! С вами Никитин Алексей. В этом уроке я предлагаю познакомиться с настройками освещения у MeshRender. Я добавил два объекта. Это два куба. Один является статическим объектом, другой является динамическим объектом. Если на них посмотреть, то значения MeshRender у них немного различаются. Давайте познакомимся с свойствами, которые есть у MeshRender и для динамических объектов, и для статических объектов. Начнем мы с динамического, и потом я плавно перескочу на статический, потому что большинство из них повторяется. Но, к примеру, вот этот первый пункт, Light Props, есть только у динамических объектов. Если вы смотрели мой предыдущий урок, то я думаю, вы понимаете почему. Ну что же, давайте начнем. Первоначально вообще стоит понимать, что такое MeshRenderer. MeshRenderer берет геометрию от MeshFilter, то есть того объекта, который у вас представляется в виде объекта, и рендерит в той позиции, которая у вас определяется для этого GameObject TransformPosition. По большому счету, если вообще говорить, что такое рендеринг, то это отображение предмета с учетом всех дополнительных каких-то свойств и так далее, на карте, в пространстве вашего проекта. Итак, первый пункт, который есть только у динамических объектов, это Light Props. Здесь есть подпункты. Первое, это не использовать вообще Light Props. То есть вы помните то, что мы создавали вот эти Light Props, которые в каждой точке запоминают, каким образом примерно должна запекаться Light Mapping, и используют эти данные для того, чтобы отображать определенную световую карту на динамических объектах. Чем ближе к какой-то точке, карта будет чуть-чуть меняться. В общем, вот это на самом объекте можно полностью выключить. Если, к примеру, у вас компьютер, для какой-то настройки компьютера у вас это требует излишних ресурсов, вы можете просто настроить через скрипт, чтобы у вас вообще выключалось это. И тогда игра будет менее реалистичной, но зато будет требовать меньших ресурсов. Следующий пункт, это Blend Props. В этом режиме рендер использует только один цветовой зонд. Это некая функция по умолчанию. Следующий пункт, Use Proxy Valium. В этом пункте у вас используется вот этот вот объем для динамических Light Props. Следующий пункт, это Custom Provided. Custom Provided – это ваш пользовательский режим для вот этого Light Props. Так, ну вот здесь вот уже можно перейти к изучению статических пунктов, потому что здесь пунктов будет больше, и большинство из них будут повторяться. Мы сейчас пропустим вот этот пункт, который называется Reflection Props. Очень скоро у меня появится урок, где я сниму про вот эти настройки. Сейчас я только обговорю, что это вообще такое. Reflection Props – это примерно то же самое, что и Light Props, но используется для отражающих поверхностей, которые отражают все, что видят вокруг них, примерно как камера действует. То есть камера, которая показывает, что находится вокруг данных объектов. Ну и там тоже есть настройки, можно отключить этот режим, можно отображать только в области между вот этими зондами. Если персонаж выходит за эти зонды, то используются какие-то настройки по умолчанию. Есть режим, который также учитывает еще и Skybox, и также есть режим, который не просчитывает отражения в тех областях, где у вас есть перекрытие вот этих вот Reflection Props. Дальше идет пункт, который называется Anchor Override, и сюда вы можете задать какой-то свой трансформ, который будет определять, как вообще производить интерполяцию в том случае, когда вы используете Light Props. Следующий пункт это Cast Shadows. Будет ли вообще у вас предмет рождать тени? Ну и здесь есть не рождать тени, рождать тени, двустороннее рождение теней, и только рождать тени, и вообще не показывать, что у вас предмет есть. Ну то есть показывать только тени от вашего предмета. Дальше идет пункт Receive Shadows. Это будет ли ваш предмет принимать тени? Здесь тоже у меня выключено. Ну и вот здесь вот видите по умолчанию, ваш предмет всегда будет на себя принимать тени от других объектов. Ну то есть если где-то вот здесь будет объект, он будет отбрасывать тень на ваш объект, то вы эту тень на первом объекте будете видеть. Дальше идет пункт Motion Vectors. И этот пункт определяет режим рендеринга вектора движения. Давайте познакомимся, какие у него есть подпункты. Первый подпункт это Camera Motion Only. В этом режиме используется только движение камеры для отслеживания движения. Вот второй пункт Object Motion. И вот в этом режиме будет передаваться вектор движения от данного объекта. И следующий объект, следующий режим это Force No Motion. В этом режиме объект будет обладать нулевым движением. Ну то есть двигаться не будет. Так, дальше идет пункт Light Map Static. Для чего он вообще нужен? Когда вы выставляете пункт Static, у вас вот этот пункт Light Map Static возникает автоматически. И тогда у вас этот объект всегда будет использоваться для рождения Light Map. Но вы можете также убрать эту галочку. И тогда у вас этот объект будет не будет... В общем, для него не будет порождаться Light Map Setting. Ну и в этом случае, когда у вас здесь не будет Static, то световые зонды будут тоже ваш объект освещать. Ну а если вы указываете здесь галочку, то тогда вы показываете то, что положение объекта зафиксировано. И то, что световые зонды не должны освещать такой объект. Дальше идет Light Map Setting. И здесь есть следующее значение. Вот этот пункт Scale in Light Map, он отражает то качество, которое на себя будет принимать объект от Light Map. Если вы здесь указываете единицу, то это будет максимальное разрешение. Если вы указываете что-то между нулем и единицей, то качество будет среднее. Но если вы указываете 0, то объект только участвует в освещении других объектов. И на себя, в принципе, ничего не принимает. Так, далее идет Stitch Sims. Этот объект отвечает за то, будут ли у вас показываться швы на объекте. Иногда бывает то, что у вас сложная фигура, там спеченная какая-то, и на ней видны швы. И в общем, если вы вот здесь вот не указываете галочку, то вы швов видеть не будете. Если указываете, то вы будете видеть швы. Дальше идет Light Map Parameters. Это отвечает за качество отображения. Вы здесь можете высокое разрешение, низкое, среднее, очень высокое указать. И также можете создать свое какое-то новое и выставить все необходимые для вас настройки. Дальше идут два пункта. Здесь ничего менять нельзя. Это информация о Baked Light Map и Real-Time Light Map. Дальше идет следующий пункт. Это материалы, которые используются у вас при рендеринге. Сюда можно затащить множество материалов. Если у вас сложный какой-то объект, то здесь может быть очень много материалов. И последний пункт. Это динамика Eclided. Про вот этот пункт, я думаю, будет также отдельный урок снят. Он показывает, будет ли у вас этот объект использоваться для показа в тех областях, которые сейчас вы не наблюдаете. То есть, представляете, что у вас какой-то объект за каким-то объектом находится. А тот объект сейчас, по большому счету, без разницы, что с ним происходит, потому что вы на него не смотрите. В Unity есть такая функция, когда те объекты, которые не в поле вашего зрения, они даже не обрабатываются. Ну и вот этот пункт как раз отвечает за то, будет ли эта функция использоваться, либо не будет использоваться. Отлично. Это все, что я хотел рассказать про MeshRender. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь. От количества ваших подписок будет зависеть, как много уроков я буду снимать. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok